Я от имени студентов хотела бы обратиться к вам и к Юрию Георгиевичу Богатырёву с вопросом, чем знаменательен для вас Олимпийский год? Чем был для вас знаменательен прошедший Олимпийский год? Ну, я столько говорил, поэтому я сейчас вначале предоставлю слово Юрию Богатырёву. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших работах в кино, в театре. Уважаемые товарищи телезрители, я хочу вам представить актёра Юрия Богатырёва, актёра Московского художественного театра, год выпуска 1971. Ну, прежде всего, театр. Один спектакль мы выпустили и сыграли премьеру вчера. Буквально это пьеса Гауптмана «Вощик Геншель». Это что связано с театром. А что касается кино, то здесь вроде бы немножко больше. Это в этом году вышли два фильма. Первый фильм Никиты Михалкова, кстати говоря, который учился тоже в театральном училище Минищукина, «Несколько дней жизни Обломова». И вторая картина, ленинградская картина, молодого режиссёра Игоря Шишукова, «Последняя охота». Вот это что касается, значит, этого года. Но он ещё не закончился, может быть, ещё что-нибудь может произойти. Может, произойдёт ещё какое-нибудь чудо. А что касается театрального училища Минищукина, дорогого моего училища, и дорогих педагогов, с которыми я здесь встретился, и с ребятами, с которыми я учился, что можно об этом сказать? Я счастлив, что я сюда попал. Но путь был не совсем лёгким. Дело в том, что до театрального училища Минищукина я поступил в художественное училище. Но, проучившись в художественном училище имени Калинина, это такое московское художественное промышленное училище, где готовят художников по тканям, по коврам, по лаковым шкатулкам, по мелкой пластике. Я проучился там три года, и все три года я занимался в основном художественной самодеятельностью. Я, в общем, редко бывал в классах живописи и рисунка. И педагоги в самом удивлялись, Юра, а где ты? А Юра ходил в театр, Юра ходил в кино, и Юра постоянно что-то организовывал. Организовывал кукольный кружок, организовывал драматическую студию, танцевальный кружок, хор и так далее. И потом я понял, что, конечно, учиться там не имеет, наверное, смысла, надо идти прямо в театральное училище. И вот когда я поступил в 67-м году в театральное училище Минищукина, то тут я, в общем-то, понял, что я очень люблю рисовать. Но я, конечно, занимался всем предметом, я занимался всеми дисциплинами и параллельно с этим рисовал. Причем, так сказать, я фактически за четыре года обучения перерисовал почти всех педагогов, всех своих сокурсников и не только сокурсников своих. Кстати, некоторые рисунки я вот, значит, принес здесь. Я могу их показать вам. Бывшая выпускница театрального училища имени Щукина Елена Коренева. Вот это, в общем, фактически портрет юбиляра и ведущего нашего праздника. Какого юбилея. Такого, такого. Я хотел сказать, ведущего. Ведущего народного оргиста РСВН. Портрет Андрея Мирона. Я этот портрет обязательно подарю, но после той выставки, которая, возможно, будет в 81-м году. В начале года. Спасибо. А мой педагог Марина Александровна Бантелеева. Вот он. Здесь случайно несколько шариков, которые я сделал, вот так сказать, буквально недавно совсем. Это мои сокурсники, это ребята, с которыми я учился вместе, на курсе, которых я люблю, с которыми мы сделали немало работ. Наталья Варлей. Это мой художественник, водитель курса, Юрий Васильевич. Это бывший студент театрального училища Мищукина, который занимался литературной деятельностью, в пьесах которого я играл Леонид Филатов. Наталья Гундарева. А вот это горит, горит ее звезда. Ну, собственно говоря, на этом я и попробую закончить. Вы знаете, я тоже отвечу, ну, естественно, короче. Дело в том, что я, к сожалению, не могу похвастаться. У меня ничего не идет на выставку пока еще. В этом году я снялся в нескольких картинах. Это «Назначение» по пьесе Александра Володина. Это «Фантазии Фарятиева» по пьесе Аллы Соколовой. Это и спектакль на сцене театра, который сейчас репетируется, и в конце года мы попытаемся его завершить. Это пьеса Бертольда Брехта «Трехгрошовая опера», где мне предстоит сыграть роль Мэки Ножа.